Всем привет дорогие друзья! Воскресенье 27 октября и сегодня отмечается День Автомобилиста, с чем я вас и поздравляю дорогие автолюбители. Кроме того, вас поздравил еще и представитель нашего правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, который буквально на днях поручил МВД разработать документ о введении системы штрафов для нарушения скоростного режима на 10-20 км в час. До сегодняшнего дня штрафы за такое нарушение платить не нужно было и до 2 декабря пока тоже не нужно было, потому что считается такое нарушение несущественным. В принципе тут нет ничего удивительного. А, во-первых, технический прогресс не стоит на месте. Из года в год выпускаются все более и более мощные автомобили и зачастую автолюбитель может совершить такое нарушение неосознанно. То есть где-то чуть-чуть сильнее надавил, надавил на педаль газа и вот машина идет уже, у них 60 км, например, как положено, да, а едет со скоростью 70 км в час. Повторюсь, это неосознанное такое нарушение. Да и не особо разгонишься по городу, ну, сильно гонять не получится, потому что светофоры, пробки, я имею в виду по большому городу. Где-то там на трассе, ну, еще раз, большой разницы, наверное, вряд ли кто заметит. Теперь почему такое произошло? У меня такое стойкое ощущение, что Дмитрий Анатольевич осознанно, неосознанно лоббирует чьи-то интересы каких-то определенных групп. Почему? Рассказываю. Немногие из вас знают, что те камеры, которые висят в городах, которые установлены якобы с целью безопасности дорожного движения, вы думаете, что они государственные, это не так. В подавляющем большинстве случаев сегодня такие камеры устанавливаются частными конторами, частными лавочками. ГИБД-то только арендует их у какого-то там толстосума предпринимателя. И когда вы получаете штраф за там тоже превышение скорости, штраф этот делится следующим образом. 20%, только 20% поступает в бюджет, остальные 80% идут на карман вот этому дяде толстосуму. Ну, условно говоря, прилетело тебе письмо счастья на 500 рублей, 100 рублей бюджет получил, еще 400 получил какой-то дядя толстосум. По всей видимости, этого им показалось мало, ребята, мы решили они сделать себе вот такой вот подарок. И тут тоже, наверное, можно объяснить этот момент, почему. Очень часто наивные люди полагают, что, ребят, вот придут какие-то новые представители власти, начнут воровать, а вот эти-то старые уже наворовались, им ничего больше не надо. На самом деле это не так, потому что, а, тот человек, который уже довольно долго сидит во власти, он и воровать грамотно научился. Там 20 лет назад он, например, не знал всех лазеек в законе. Сегодня он прекрасно знает, куда, чего, на какие кнопки нажимать, чтобы тот или иной закон обойти. Второй момент. За эти 20 лет у того чиновника подросла какая-нибудь дочурка или сынулька, которую там надо выдать замуж или женить. Появилась еще одна ячейка общества. И, конечно же, эту ячейку общества надо пристроить своих вот этих вот отпусков в какой-то кормушке. А кормушки, насколько вы понимаете, они уже все поделены между собой. Я имею в виду все вот эти вот советские активы, они поделены. Надо придумывать новые кормушки, что, собственно, и происходит недаром. Потапенко в свое время сказал, теперь, ребята, мы для них новая нефть. В общем, так оно и есть. Ну, чтобы порадовал я вас, еще раз поздравляю автолюбителей в 22.00 сегодня. Смотрите стрим в гостях у меня будет Сергей Удальцов. Тема программы «Нас всех заткнут вот так вот печально». Увидимся. Ну и хорошего дня.